Армянская Нагорье никогда не называлась Восточной Анатолией, Анатолией и Южным Кавказом. Очень важно использовать правильную терминологию для избежания фальсификации. Правительство султана Абдула Хамида II ложно заменило название Армения такими терминами, как Курдистан или Анатолия. Начиная с 1880 года, использование термина Армения в официальных документах было запрещено. Таким образом, блистательная порта хотела заставить всех думать, что армянского вопроса не существует. Если Армении не существовало, значит и армянского вопроса тоже не было. Процесс национализации. Топонимов продолжили кемалисты, которые были идеологическими преемниками младотурков. Он получил развитие в республиканский период. Начиная с 1923 года, вся территория Западной Армении была официально переименована в Восточную Анатолию. Вот один из основных примеров такой национализации. Известный атаманский летописец 17 века, Китик Челеби, в своем труде Джихат Нюма имел специальную главу, названную о стране под названием Армения. Однако, когда эта книга была переиздана, в 1957 году, современный турецкий редактор Селен изменил название главы на Восточную Анатолию. Тем не менее, по факту, Армения с ее границами однозначно упоминается в трудах атаманских историков и летописцев. Отрывок из указанной главы Джихан Нюма ясно показывает фальсификации современных турецких историков. В 17 веке, когда армянский вопрос не был еще включен в повестку дня международной дипломатии, такие термины, как «Анатолия» или «Восточная Анатолия», никогда не были использованы при обозначении Армении. Более того, исламская карта мира 16 века и другие османские карты 18 и 19 веков, Армению, Ирменистан, включая ее города, обозначали на специальной территории. На карте, опубликованной в Стамбуле в 1803-1804, Армения и Анатолия отчетливо разграничивались. Османские авторы использовали термин «Армения» до конца 19 века. Одним из таких примеров является Осман Нури, историк второй половины 19 века, который упоминает Армению неоднократно в своем трехтомнике «Абдул-Хамид» и период его правления. Более чем очевидно, что османские историки и летописцы, в отличие от современных турецких историков, были очень хорошо осведомлены о расположении Армении и не путали ее с Анатолией. Слово «Анатолия» по-гречески означает «восход солнца» или «восток». Это имя было дано полуострову Малой Азии примерно в V или IV веках до н.э. Во времена Османской империи термином «Анадолу» обозначали северо-восточные велоеты, провинции, Малой Азии с центром в Кютахе. Многочисленные европейские, османские, армянские, русские, персидские, арабские и другие первоисточники не путали термин «Армения с Анатолией». Помимо прочего, это является свидетельством того факта, что даже после потери своей государственности, армянский народ по-прежнему составлял большинство населения на территории своей родины, что было также признано османскими оккупантами. По этой причине сегодня очень грустно наблюдать, как некоторые армянские историки из диаспоры и даже дипломаты и аналитики в Армении начали заменять термин «Западная Армения» на псевдо, термин «Восточная Анатолия». Эти люди охотно и смиренно взяли на себя задачу реализации указа Абдула Хамида 1880 года. Невероятно и то, что некоторые историки из диаспоры используют термин «Анатолия» даже для обозначения всего армянского Нагорья. Даже если этот псевдо-термин «Восточная Анатолия» как-то был введен в обращение в западных научных кругах под влиянием систематического турецкого лоббирования и фальсификации, а порой из-за отсутствия знаний, то это неприемлемо для нас, так как замена термина «Западная Армения» на термин «Восточная Анатолия» будет означать добровольный отказ от нашей Родины, отказ от нашего многовекового историко-культурного наследия, отрицание геноцида армян, предание забвению его последствий. И последнее, но немаловажное, замена термина послужит поддержкой позиции турецких нигилистов в отношении прав армянского народа на Западную Армению. Субтитры создавал DimaTorzok